Холодильник маленький, конечно, но лучше, чем ничего. Привет, друзья! Новый рейс, как и обещал. Сегодня у нас Пасха, и все люди празднуют, а я уже неделю сидел дома, так что погнали вместе. Обещал вам трак, про который еще не рассказывал, на который еще не делал обзор. Вот он перед вами. Сейчас мы с вами на нем поедем в новый трип, и я вам его покажу и про него расскажу. Продезинфицирую все места, к которым я прикасаюсь, то есть все ручки, руль и прочие поверхности. Так, открываем дверь. Первым делом мы включаем мастер-свич, то есть аккумуляторы все отключены, мы их подключаем, чтобы аккумуляторы не сели, если забыли что-то выключить. Главный выключатель. Здесь я уже протер эту ручку. Ну и заходим внутрь. О, смотрите, состояние. Это даже очень чистенькое, в отличие от ринтованного. Прямо все здесь культурно. Так, руль забрызгал. Сейчас я все продезинфицирую и буду разбираться, где здесь что. Локбук Самсара. Заходим. Чуть-чуть пыльно, извините, надо наводить порядки. Ставим притрип инспекшн. Пойдемте делать притрип инспекцию. Сзади чуть-чуть стукнутый. 2016 года. Коробка автомат. Я ездил на таком только на первой своей тренировочной неделе, но на коробке механика. Видите, гнездо для зарядки всего одно. Вот мы вставили наш навигатор заряжаться. И все. А куда вставлять телефон? Здесь прикуриватель. Зарядки нет. То есть только в магнитоле. В магнитоле окей, мы будем локбук держать на зарядке на всякий случай. Есть куча розеток. А когда ты за рулем, куда тебе подключить телефон, навигатор и все остальное, что-то я пока не понимаю даже. Ой, друзья, сколько всего нового и интересного я вам могу показать сегодня. Буду проезжать в центр города Филадельфия. Справа вы видите небоскребы, сам Центр-Сити. Первый трейлер – это Свитц-Горо, Нью-Джерси. Привык я уже на новых Каскетиях, на Новой Польве ездить. На траке 2016 года, еще в старом кузове. Непривычно. Все сделано неудобно как-то. Вот вы видите Филадельфия, Центр-Сити. Переезжаем через реку Делавер из Филадельфии, из Пенсильвании, в Нью-Джерси. Мы сейчас едем через Уолт-Уитман-Бридж. И переехав этот мост, мы окажемся в городке Кэмдон, Нью-Джерси. Этот городок знаменит тем, что он один из самых неблагополучных, как один из самых криминальных городов Соединенных Штатов Америки. Так, я сейчас нахожусь на первом складе в Свитц-Боро, Нью-Джерси. И сегодня я вам покажу локальную работу на Амазон. Много складов за один день. Такая работа на Амазоне тоже есть. То есть ездить не на дальняк, а ездить по месту в радиусе примерно 200 миль от дома. Я на своем новом навигаторе сейчас добавляю все адреса в адресную книгу, чтобы у меня уже адреса были в памяти моего навигатора. Наш склад называется ACY5. Видите, какой склад в Мэриленде? Это не обычный, не амазоновский склад. Вот такие, если делать локальную работу, попадаются такие склады. Не очень хорошо, что не всегда их можно легко найти. Ну, через маленький городок я проезжал, но нашел без проблем. Вроде я не заблудился. Даже траковый навигатор меня привел почти правильно. Там в нем такого адреса нет, но улицу он нашел правильно. Клад, короче, не амазоновский, но занимается Амазоном. Вижу UPS-ом, JB Hunt-ом и еще чем-то. Амазоновский склад. И это было абсолютно великолепно, просто перфекционно. Хорошо, отцепим трейлер прямо у забора. Ай, одной рукой неудобно, телефон задержать надо. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отключаем блед-хенд. Отключаем электрику кейбл. Ставим на место вот сюда. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Провода наши отключили, релиз-хендл выдернули. Лендинг-гир, лапу нашу опустили. Отцепляемся. Шиппинг-офис. И звоним в звоночек вот сюда. В общем, вот как выглядит этот трак. Короче, главное могу сказать, ездить и работать можно. И трак такой, Freightliner Cascadia 2016 года. С пробегом, здесь пробег 544 тысячи миль. То есть с пробегом 500-600 тысяч такой трак. Мне кажется, это ценовая категория в районе 30 тысяч долларов. Куда нам ее поставить? Так, временно что ли? Достаем, подключаем, разогреваем и отключаем. Конечно, нужно ее куда-то подогнать. Где вообще люди хранят микроволновки в таких каскедиях? Она просто лежала в шкафу. К инвертору подключили. Будем использовать холодильничек вот такой вот маленький. Ух ты, тут электричка гоняет рядом за забором. Жить можно, жить будем. Открываем адрес бук по названиям амазоновских складов. ACY5, BNA3. Размер спальника вполне хороший во Freightliner'ах. Можете оценить сами. Шкафчиков тоже достаточно. Очень мало капхолдеров. Всего можно одну бутылочку и еще одно место. Обычно в современных траках уже много есть капхолдеров, чтобы можно было поставить чай, кофе, бутылочку. Если кодрайвер едет, чтобы он тоже мог поставить что-то сюда. Потом здесь нигде нет места, чтобы что-то положить. Все в основном сверху. В принципе можно, если что, положить наверх. Пока единственное, что меня конкретно напрягает, это то, что гнездо зарядки всего одно. Знаете, как настоящие американцы общаются? Катимся по частному сектору. По трассе ехать, конечно, легко и привычно. Но должно быть хоть что-то интересное. Никакие трак-драйверы не любят ездить по маленьким US, по маленьким дорожкам, по разным поселкам, городкам. Но чтобы что-то хоть увидеть, кроме трассы в жизни, иногда неплохо прокатиться по таким местам. Слава Богу, склад я нашел без проблем. И вот теперь со склада я выезжаю обратно. А вот видите, слева люди живут в таунхаусе трехэтажные. Такое крутое место должно быть. Так, по кругу здесь, конечно, не проедешь. Хорошо, что здесь такие бордюры. Что трейлер весь идет по бордюрам. Сейчас, друзья, будем заезжать из штата Нью-Джерси в штат Нью-Йорк. Самый зараженный в США штат. Боитесь? Я тоже боюсь. Первый раз в жизни я заезжаю из Нью-Джерси в Нью-Йорк и без трафика. Во-первых, сегодня воскресенье. Во-вторых, карантин. Уникальное время. Нужно его будет запомнить. Поэтому включил видео, чтобы не только запомнить, но и запечатлеть. Если вы едете на траке через Джордж Вашингтон Бридж, обращайте внимание на знаки. Вы можете брать только верхний уровень. Есть upper level and lower level. Если вы едете на легковой машине, вы можете брать любой из этих уровней. Если вы будете слушаться вашего навигатора на телефоне, он вас заведет на нижний уровень. Поэтому обращайте внимание на знаки или на траковый навигатор. И там будет написано, что для траков All tracks to New York upper level only. Пока ехал по Нью-Джерси, были указатели, что на всех сервис-плазах нужно входить только в маски. You must cover your face before enter. Написано. Без масок не пускают. Сейчас у всех платных мостов на платных дорогах везде оплата происходит автоматически. То есть никто не сидит в этих будочках, где люди раньше брали кэш, брали оплату за дорогу или за мост. Все делается через интернет. Если у вас нету специальной коробочки EasyPass, I-Pass или чего-то такого, то вам просто фотографируют ваш номер license plate и вам придет счет по почте домой. Тому, на кого зарегистрирована машина. Поэтому в Америке дать покататься свою машину может быть дорого. Если человек не знает, он будет ездить где угодно, а потом все счета придут к хозяину автомобиля. Сейчас вам расскажу интересную историю. Как построить дом, если свободного места нет, а если оно есть, а если есть свободное место, то оно стоит очень дорого. Есть решение. Можно построить дом не на земле, а в воздухе. Вот вы видите, сейчас на горизонте показываются четыре таких доминошки, четыре 32-этажных здания. Это Bridge Apartments, апартменты, которые над мостом расположены. Вот сейчас мы въехали в штат Нью-Йорк и эти апартменты уже находятся в штате Нью-Йорк. Они были построены в 1963 году. Когда их проектировали, это должно было быть жилье для такого среднего класса, элитное жилье для среднего класса, чтобы люди имели возможность снять здесь жилье и работать в городе Мечты в Нью-Йорке. Вот вы видите эти четыре 32-этажных здания. Интернет говорит о том, что проживает в этих зданиях около 4000 человек в данный момент. Вот мы сейчас проезжаем под этими зданиями. То есть они расположены вот над вот этим тоннелем. Ну и что вы думаете, когда эти здания проектировали, то было сказано, что апартмент снять в этих зданиях, снять здесь апартмент будет достаточно дешево. На тот момент, на 1963 год, трехбедрумный апартмент, трехбедрумный апартмент на тот момент, на 1963 год, здесь стоил 179 долларов в месяц. И все включено было. Электричество, все остальное, все коммунальные услуги. Цена была дешевая. Трибедрум апартмент это по-русски четырехкомнатная квартира. И когда люди первые заселились в эти здания, то начались жалобы и забастовки. Почему? Почему абсолютно понятно, да? Потому что уровень шума, уровень вибрации, уровень загрязнения воздуха в этих квартирах, которые над такой оживленной дорогой, над такой магистралью расположены, был ужасный. И после того, как люди начали бастовать, было подтверждено, что уровень вибрации, уровень загрязнения воздуха, уровень шума превышает допустимые нормы для жилья. Но, так как это Нью-Йорк, все равно эти дома продолжают функционировать, люди продолжают жить здесь и по сей день. На тот момент люди, конечно, выселялись. И было такое время, когда большинство жильцов этих домов это были малоимущие выходцы из Доминиканской республики. Но многие хозяева поступили умно. Хозяева, которые покупали эти апартменты, не стали их продавать. Они разделили, так как эти квартиры были не маленькие, как я еще, как я сказал, четырехкомнатные. Они разделили перегородками и начали сдавать их посуточно, понедельно, как угодно. Кстати, надо зайти на Airbnb проверить, можно ли снять сейчас жилье в Bridge Apartments в Нью-Йорк. Поэтому до сих пор люди там живут. Конечно, на балкон там не выйдешь, окна не откроешь. Но Нью-Йорк город мечты, город контрастов, город заработка. Поэтому люди все равно продолжают там жить. Но по мне это абсолютно ужасное жилье. Как такое можно было спроектировать? Ну, как обычно, короче, разножопица вышла между проектом и реализацией. Я, честно говоря, не представляю, как в Америке можно жить в таких домах. В России, в Омске я жил всю жизнь, на восьмом этаже я вырос. Прекрасно представлял. Но в Америке в таких больших домах многоквартирных обычно условия жизни ужасные. Живут чаще всего люди невысокого достатка, больше криминала. Но в данный момент, в период эпидемии, гораздо лучше, если ты живешь в отдельном доме, а не в таком вот, не в такой высотке, где надо будет в лифте с кем-то ездить постоянно. Да и вообще с трудом представляешь. Если вдруг что-то случится, то пожарная машина как сюда подъедет и как она будет выручать людей, которые живут там на двадцатом этаже, например. Короче, в Америке жить нужно в отдельном доме. В многоквартирных домах в Америке жить я вам не советую категорически. Друзья, этот замечательный воскресный пасхальный день подошел к концу. Пора отдыхать. Сегодня взял я этот рейс. Четыре стапа было, то есть четыре драпанхука. Четыре склада. И завтра по плану тоже четыре склада и домой. Вот мой пасхальный ужин. Куличик, яйца и чай. Буду праздновать. Завтра дальше в путь. Я в Коннектикуте, в городке Норсхевен. Выехал я вчера утром. А приеду домой я сегодня поздно вечером. Как называется такой вид работы? Я продолжаю также работать на Amazon. Но вот конкретно этот вид работы называется Amazon Solo 2. Есть несколько видов. Solo 1. Это когда ты едешь один, выезжаешь утром из дома и вечером приезжаешь домой. При такой работе у вас будет примерно 5-10 складов за день. То есть это такая работа беготня. Постоянно прицеплять, оцеплять трейлер. Чуть-чуть ехать, опять прицеплять, оцеплять трейлер. С утра выехал, вечером будешь дома. Второй вид работы Solo 2. То, что я делаю сейчас вот в эти сутки. Вчера утром выехал, сегодня вечером приеду. Solo 2 это когда ты делаешь примерно 3-5 складов за день и расстояние побольше. Вот я вчера проехал около 300 миль. И третий вид работы, который есть у Amazon. Это всегда был Team Driving. То есть на дальняк ездили только тимы, только вдвоем. Но сейчас вследствие того, что нужно соблюдать дистанцию между людьми, теперь на дальняк тоже ездим по одному. А завтра я уже буду выезжать на длинную дистанцию тоже один. Team Driving возможно вернется тогда, когда пройдет вся эта ситуация, которая сейчас происходит, вся эта эпидемия. Мне уже писали в комментариях, что я говорю неправду, что Amazon не отменял никакие тимы. И амазоновских, тимовских грузов сколько угодно можно найти на Load Board. Хочу уточнить, что мы грузы с Load Board не берем. Я работаю на компании, у которой с Amazon контракт. В соответствии с этим контрактом Amazon предоставляет трипы нашей компании, в которой я работаю. То есть это или раунд трипы, которые раньше были рассчитаны на Team Driving, теперь рассчитаны на Solo Driving. Или это вот эта работа Solo One или Solo Two. Внутри все нормально, но вот эти вот сопла кондиционера, которые направлены вам прямо в лицо, они всегда у всех, я вижу, закрыты, потому что это сделано не очень умно. Вот сбоку еще ладно, пусть они будут, в лицо не обязательно, чтобы они дули. В современных, в новых моделях во всех они расположены по краям, или здесь, или там, или где-то уже сбоку, но не прямо вот так вот в лицо водителя. Потом, вот эти вещи. Зачем это все? Я понимаю, если бы здесь была форточка, и водитель, который курит, ему удобно было бы, раз так форточку открыл, покурил форточку. Ну, это уже прошлый век тоже. Зачем все это сделано, непонятно. Это очень сильно усложняет процесс мытья стекол. Когда ты стоишь на заправке, ты берешь там щетку эту заправочную, и раз-раз-раз быстро моешь стекла. А вот эту часть помыть сразу происходит осложнение с тем, чтобы ее помыть чисто или чтобы ее как-то протереть, потому что щетка шире, чем вот это расстояние. Прямое, простое, чистое стекло гораздо легче помыть щеткой, которая стоит на заправке. В принципе, ну, это мелочи все. Комплектация этого трака очень хорошая. Здесь есть, ну, инвертор вы можете всегда поставить сами. Здесь уже стоит, здесь уже стоит инвертор. Здесь стоит APU, то есть вы можете включить себе или обогрев, или кондиционер в то время, когда трак ваш заглушен. То есть спокойно глушите трак и спите в тишине, но при этом в тепле. Раньше все делали достаточно качественно. Пластик. Пластик. Сделано все так качественно на совесть. Во многих Вольвах я ездил в новых. У них все ящики вот эти гремят, все ящики поломаны. Здесь все закрывается, здесь все ящики закрываются четко, несмотря на то, что трак 16-го года. Холодильник на поворотах не открывается. В Вольвах всегда ты едешь, ба-бах, на повороте холодильник открылся, и полетело харчо по полу. Смотрите, как много шкафчиков. Все эти шкафчики прекрасно работают. Раньше делали все надежнее, на века. Сейчас делают так, чтобы лишь бы быстрее продать, с расчетом на то, что компании берут траки в лист, используют их не более чем 3 года, или до 300 тысяч миль. Так что плюсов больше, чем минусов. Главное, чтобы был порядок с трансмиссией, с двигателем, с кодовой частью. В этом плане вопросов нет. Вчера весь день проехал, все прекрасно. Мы едем с вами в Коннектикут интернешнл аэрпорт. Повезем загруженный трейлер. А еще одна вещь капец неудобная. Здесь ручки нету, нигде, здесь нет ручки. Представляете, надо или за руль браться, или только с этой стороны. Настолько я привык на всех остальных траках, что там есть за что взяться, что чуть не упал первый раз. Так, зашли четко. Видите, есть желтые линии по краям дока, по которым мы ориентируемся и подъезжаем плотно. А снизу обычно подцепляется вот эта штука, чтобы трейлер не уехал. Мигает красный, стоим. Загорится зеленый, можно двигаться. Разгружаюсь в аэропорту штата Коннектикут. Тишина такая, чуть-чуть ветерочек. Аэропорт, должны самолеты летать, но видите, в нынешний период, как здесь тихо и спокойно. Душа отдыхает, нервы успокаиваются. Вот это как вам нравится? Вот это место, на которое можно было бы что-то положить. Оно под наклоном находится, то есть вы не можете туда что-то положить. Вот, смотрите. На первой же кочке улетит все туда. Зачем так делать? В новом фретлайнере Каскедия вот эта площадка, она мало того, что больше, и она расположена горизонтально. С нее ничего не улетает. В Вольвах тоже расположено все по-человечески. А вот в старой Каскедии... Ну и заглянуть под капот осталось. Здесь у нас предохранители. Это жидкость усилителя руля. Вот видите, топливный фильтр уже наполовину заполнен. Скоро менять надо будет. Масляный фильтр. Смотрим водительскую сторону и теперь пассажирскую сторону. Как раз удобно посмотреть нам протектор. Посмотреть все ли на месте по нашей ходовой части. Турбина. Омывайка заливается с пассажирской стороны тоже. В чем смысл? Обычно омывайка заливается с водительской стороны. То есть тут водителю нужно взять баклажку, обойти на пассажирскую сторону и залить. Или ко-драйвер должен этим заниматься напарник. Ладно, друзья, нас разгрузили уже. Поехали дальше. Едем обратно на предыдущий склад. Если сидишь на унитазе, можно дернуть за веревочку и катапультироваться. Видите, как Нью-Йорк сидит по домам. Нью-Йорк прям весь сидит дома. Что карантин, что не карантин, в Нью-Йорке всегда трафик. Вот эта трасса 95 через Джордж Вашингтон Бридж, она всегда нагружена. Уникальный был момент вчера. Вчера было воскресенье. И вечером я здесь проехал уже без трафика абсолютно. Ну а в понедельник, видите, что происходит. Снова увидимся, друзья. Снова буду вам показывать, что я вижу интересного и что я делаю, и как я работаю дальнобойщиком в Америке. Все, друзья, пока. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Идем с дочкой отправлять открытку тысячному подписчику. Точнее, тысячной подписчице. Вот наш почтовый ящик. Скидываем открытку. Полетела открытка в Республику Тыва. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры подогнал «Симон»